День добрый, други мои! Продолжаем катать Евротрак Симулятор 2 версия 1.45. С вами Олег Драйвер, давай в дороге. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Нахожусь и на карте Суровая Россия, Забайкалья, редакция 1. Конкретно населенный пункт Погиби. Только что переправился я с Лазарева сюда, сейчас я нахожусь уже на Сахалине, в Лазареве там треш какой-то творился на переправе, там машины летали, посмотрите предыдущую серию, консолочку, там вообще офигеете. Так, ну что, вот у нас вот такой замечательный у нас КАМАЗ 4310, 400 лошадиных сил и 16 коробка ZF. Вот такой полуприцеп бортовой, цельнометаллический, на внедорожном шасси. Чуть более 20 тонн удобрения у нас. Давай сейчас обойдем. Такой Pre-Trip Inspection. Нормальный такой зачетный прицепчик. Очень классно с ним катать. Погодка хороша. Так, ну что, едем дальше. Везу я с Комсомольского набора удобрения. Вот эти чуть более 20 тонн везу в Магадан. Какие колесики классные. Вообще, вездеходовские покрышки выполнены вообще классно, прям четенько так. Так, едем в Магадан. Сейчас я уже на Сахалине. Получается, если бы я поехал через Ванино и Холмск, я бы был где-то еще в той стороне и поднимался бы сюда, на север. А сейчас я уже здесь. Ну, проедем потом к другой стороне. Господи. Так, сейчас покажу карту. Кто-то говорит, что ты ее показываешь, а кто-то говорит, наоборот, показывает. Так, вот все, у меня навигация заработала. Я нахожусь в Погиби. Вот эту дорогу мы сейчас в Москальво преодолевать будем. Ну, не сейчас. Здесь до хрена бездорожье. Там вообще красота будет. Так, в Магадан. С Магадана потом возьму другой трак. Скорее всего, от Коралла КамАЗ возьму. на низком шасси, ну, на обычных колесах, да, и назад сюда, в Москальво. И поедем уже через Сахалин. Через Сахалин сюда вниз и потом в Холмск. Потом Ванино. Так, темно. А вот в Ванино, с Холмска в Ванино. И потом вот по всем известной вот этой дороге. Может быть, может быть, в Хабаровск. А может быть, в Комсомольск-на-Амуре. Не знаю, не знаю. Я еще до Магадана доехать не успел. Вы уже, друзья, пишите, что, блин, хорошо бы тебе там по сборочке покататься. Где Сибирь, мап есть, там Курган, Тюмень. У меня более старая сборка. Тюмени там еще нет. Есть Екатеринбург. Екатеринбург. И Курган тоже есть. Это самая верхняя крайняя точка была у меня. Это для ЕТС-2 1.46. Самая крайняя точка поверх у меня была Екатеринбург на той версии карты. Я не помню, там какой цифровый индекс у меня. Ну, для 1.46. Самая восточная – это Курган. По-моему, на последней версии уже добавилась Уфа. Там еще какой-то город. Вроде бы Казань хотели добавить. Я что-то не помню. Ну, глядишь, слушай, и раз до Екатеринбурга доехали. Там, глядишь, и Перевы рядом. Так, это что? Ну, не, нам прямо. Прямо, прямо, да. Ну, если не прямо, то вернемся. Но нам прямо. Так, вот эта дорога скоро закончится. И тут будет настоящее погиби. Настоящее жопе тут начнется. Да-да-да, там бездорожье такое, поэтому скоростной лимит не нарушайте. Больше 50 км в час ездить категорически запрещено. Да тут и 50-то с жестким превышением будет по такой дороге. Так, заканчивается гравийка, идет вот такая, господи, непонятная грунтовка. Так, все, уже растоптанная дорога пошла. Так, вторую. Ох, растоптали, натоптали, да. Ну, вот эта дорога, чем она лучше, чем та, которую я преодолевал. Господи, да как его? Все, да вы ее волосы. Ай, блядь. Так, где эта, сука, долазрила вот эту дорогу преодолевал. Там прям такие жесткие колеи были. Здесь-то нормас. Ну, нормас. И что? Первую передачу нельзя было включить? Вот, мне сейчас придется скатываться вниз. Ну, по первое пониженное. Слушай, двадцатку сдернул. Вот это я красавчик. Да не сколько ты красавчик. Если бы бутыл был красавчик, камаз бы у тебя тут не встал. Во! Первое пониженное. И привод. Всего лишь какие-то 400 лошадей, да? Ну, лишний раз лучше тут. Даже без блокировок пока идем. Лишний раз лучше тут не дергаться. Как идет прямо, пусть так и идет. На первый-то пониженный 100% я зайду. Ну, был бы груз потяжелее тонн 40, я не знаю. Это была бы проблема большая. А 20 с небольшим тонн, это так. Где-то 20-300 у меня примерно. Едем, 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 друг мой, едем. В этом смысле здесь дорога как бы более плавная, такая что ли, мягкая, кажется. Нет такой жесткой колейности, как перед Лазаревым. Насколько я помню, такой дороги здесь уже не будет. Она будет вот вся такого типа. Ну, где-то луже будет, где-то вот такая широкая, как эта. Так, понял, в гору лучше переключаться на первую. Что там за горы такие? А, господи, горы, там облака, я такой. Что там за горы такие? Ля! Так, а если в кабинку? Можно и в кабинку. Лучше педали в пол держать. Кажется, как будто еще в гору едешь, а я уже нормально, ровно уже. Буду снимать подробно, как я и говорил. Перескакивать с места на место я не буду. Делать срезки тоже не буду. Вот как она идет, дорога, так и поедем. По многочисленным комментариям вижу, что вам, друзья, в принципе, вот эта тема заходит. Но долго по этой теме тоже не покатаешься по суровке, я имею в виду. Тоже захочется чего-нибудь другого, разнообразного. Вот, возможно, если мне до Магадана рейс не надоест, то, возможно, я Коралловский КамАЗ возьму и поеду с Магадана назад. Так-то я, конечно, хотел на севера сходить. Но там надо зимний мод хороший. Гобы зима отвратительная. Желтый снег какой-то кругом. Желтый снег, желтый снег, желтый снег. Песня такая есть. Ничего, давай подгружайся там. Что за дыра? Дороги нет. Так, вторая держит. Держит на бездорожье. Так, а это что, пожар, что ли, там какой? Что там такое? Энджин брейк держит. Долго мне тут предстоит ехать. Очень долго. Ну, как минимум... Как минимум, две серии. Не меньше. Примерно, если по часу, да, вот так вот. По километражу расстояние-то здесь не очень большое. До Сахалинской там дороги доехать. Где там населенный пункт Даги. Так-то недалеко. О, но скорость... Ах, авая. Так. Так, так-то... Так, нам сейчас вот сюда надо... По крышку по-самому... Потому что можно легко, блин, соскочить. Тут стопудово тут клака. Если я вот направо чуть-чуть больше заеду... Что за камень тут, ворот? Твою, компот. Пожарище такое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой... Вот это уклончик. Ага, чуть-чуть в сторону съедешь. Конечно, куда ты тут съедешь? Что вовсе, что ли? Так, вот если зацепишься, блин, за эти камни... Ну, нахрен можно вообще не выехать. Все. Едем дальше, друг мой. Вот это подъем! Тут можно хоть тут ехать, хоть там ехать. Хоть справа, хоть слева. Так, ну там вроде ям поменьше с правой стороны. Так, прям по колье по-своей получается, да? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Небо-то прям, смотри, какое чистое. Иногда бывает, прям как в жизни, здесь в игре, да, такое оно как в дымке какой-то. А тут прям чистое-чистое вообще. Никаких модов погодных у меня не установлено, ничего не ставил. ни на освещение, ничего. Только у меня стоят, получается, черт. Ну, тут, разумеется, само собой карта. Два Камаза. 43, 10 и 65, 225. Два красавчика Камаза. Ну, 65, 225, тут вообще монстра. Хотя, по мощности-то он такой же. Тоже 400 лошадей, такая же коробка. Ну, он как повыше стоит. Ну, там у него, получается, вроде как сама кабина повыше. А по сути, по средней точке ведущих мостов, наверное, такая же проходимость, как здесь будет. Там колеса, ну, Кразовские, если это. Эти я смотрел, когда оставил этот мод. Кразовские колеса взять грязные, либо ураловские. Я взял ураловские, они выше. Профиль выше. Лезем, лезем кверху. В самые горы лезем. Да, какие тут горы. Так, подъемчик. Господи, да, как даже дорога-то закончится кверху. Ты только выехал. Приезжай. Что-то на улицах марка какая-то. Завтра троица. И как по закону подлости. Может, еще по какому великому закону. Весь день дождь и даже гроза. Ну, значит, пойдем в воскресенье. За воскресенье я пару кладбищ, то я не успею обойти, объехать. Зайти, посмотреть, что да как. Вот люди в троицу едут, как будто они в другое время прийти не смогут поправить там. Ну, ладно, там поправил-то на могилу, прополол там что-то, допустим, траву убрал, сорняки какие-то убрал, репейный какой-нибудь. Так, люди еще начинают заборчики красить. И все ходят и пачкаются. Проходит человек мимо, раз рукой задел, испачкался. Начинает ругаться. Нафига, спрашивается красить. Заборчики. Зачем это надо? Завтра жаль, жаль, не получится. Вот такая погода, как сегодня, была бы не жарко, прохладно. Чуть выше 20, где-то 22. И солнце не жарит. Облака такие подзакрывают. Солнышко так немножко выглянет, но зато не духота, не жарко. Так, надо скриншотно попробовать сделать, да? Тихо-тихо-тихо притормаживаем. Тихо-тихо притормажаем. Тихо-тихо, руки. Тихо-тихо. идем максимально аккуратно максимально осторожно до ближайшей мастерской да и больше машину делать негде тихо-тихо-тихо где-то тут какой-то мост разбитый будет или за дальше я читаю или дальше вторая повышенная даже сейчас вообще педаль газа разумеется не держу педаль тормоза не держу engine brake не нажимаю хороший движок поддерживает обороты более-менее то есть не дает машину разгонять и и и и и что за уже какая-то вот эти тягомотные такие спуски длинные вот эти вот и едешь медленно потом подъем такую же как это вообще вот сейчас еду я из я заколебался зевать меня вообще накрывает тут я в реальную жизнь и ты вот так вот на камазики бы ехал по таким дорогам хрен вот эту позевал бы такая бы тема тут не прошла бы тебе позевать вот на второй повыше наеду и все быстрее никак ни в какую и никак так вот на этих колдове иногда можно лапами зацепиться у прицепа как час только что было чуть не заглох первое повышенное помощнее все ж таки если что сдернет еще в гору маленько лишь какие перегибы есть можно вот лапами раз зацепился медленно тихонько ты сдернешь машина почти достали так так если вот так вот пожалуйста речь почти что досто достает до грунта лапа лапы полин вроде вчера нормальная спать люв в начале двенадцатого сегодня половину шестого просыпаюсь в я спать еще до работы сегодня а вставать половины седьмого пошел за компьютер загрузил видос сейчас который вот недавно выставил что тут нельзя было каких-то деревьев там навалять вот карта в воздухе висит почти полчаса едем почти полчаса даже затрудняюсь сказать где у меня там этот участок такой будет налево надо будет съезжать объезжать по понтону разрушенный мост там какой-то будет то ли новые строящиеся то ли разрушенный старый как там ага вот точно 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 так а вот мне вот перед этим заборчиком надо налево 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 так а я не понял что там нет один товарищ написал дальше будет будет там типа разрушенный мост там типа можно сюда объехать а можно говорит сюда проблема говорит только экскаватор объехать и куда тут экскаватор объехать по какому месту я тут вот этот что ли а заезжать то я сюда как буду вот сюда ну типа там говорит выше скорость куда выше скорость какая вот сюда тут четко ясно нарисовано что здесь нехуй делать вот он объезд идет сюда здесь вот безо всякого риска угробить машину ушатать есть объезд никакой тут выше скорость тут не надо или я чет не понимаю вот и знак стоит гоба не зря тут знаки то и оставляет тут только надо поаккуратнее сейчас будет заходить да ты че еб включаю переднюю поехал назад да блядь ты забыл что у нас свободная камера так давай в кабину херни так вот сюда сейчас вот сюда вот 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 аккуратненько 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 так сюда 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 левее 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 блять левее 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 ну сюда с горы получается вроде как все равно немножко легче ехать а вот когда в гору едешь особенно когда дождь я как-то был в этом месте ехал только в обратном направлении и был дождь это давно еще было байкал р-20 заход и и что-то и и и и никакой выше скорости тут не надо какой разрушенный мост дорогой товарищ ты говорил экскаватор объехать проблема надо туда ехать то я я и здесь хорошо объеду спокойненько на таких колесах так но здесь тоже не разгонишься там надо тоже аккуратненько а понижайчик сейчас рубить будет понижайчику из мишки наверно поедем да давай с внешечки так очень хорошо а вот эта проблема да сейчас надо будет маленько назад все-таки немножко мощи не достает все вот колеса так обстали да вот это так ну ка ну ка ну ка может раскачаем тут иногда вот такая херня случается передача включишь и казалось бы вперед включил надо вперед двигаться вот сейчас назад все сука мне машину стаскивать до какого хуй тебя стаскивать все блять колеса сука намертво стоят и мощи вот не хватает повернуть тут бы в самый раз бы 700 лошадей пригодились бы пытаемся мне назад надо он будет дергаться блять стоять а то еще вообще вперед поедет все вообще вот не хватает там блять мощи чтобы сдернуть колеса назад но все равно как-то выезжать я же поклялся что я ничего тут прыгать не буду ничего делать не буду так ладно теперь так попробуй пробы пробы на полу выжатом сцеплении лишь прицеп длинные все у надбойниками ящиками сука зацепился давай 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 вот зараза ну чтоб тебя то что ж такое то блять назад то ты чё сука так есть один вариант сейчас надо посмотреть как у меня по прицепу у меня по моему продвинутой симуляция сцепки прицепа стоит ее выключить надо и есть один момент такой так так сцепки прицепа здесь она не нужна вырубаем ее так и есть один момент снимаю прицеп так все грузовик освободился уходишь вперед так стоп 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 и возвращаемся тихонечко назад назад да чтоб тебя да чтоб тебя да да мазик вот иногда блять вот непроизвольно так он прыгает туда-сюда куда вообще нахуй не надо да за я писю так где мы сам сохранялись последний раз быстро сохранение сейчас посмотрим тут о сука на каркал блять про дождь ётвоё так ладно на понтоне сейчас еще раз сохранюсь ну будем так ехать бывает такая фигня вот как сейчас я проехал бывает хочу делать то так я думаю надо будет мне наверное за бруствер переехать но блин велик шанс что я мостами сяду на этот бруствер это когда подниматься начну прицеп с этими своими отбойниками очень хорошо цепляется вот ох нихуя себе боли я думал сейчас улечу к черт тем собачьим так расходись народ вот так вот здесь сейчас есть проблема да здесь есть проблема как блять захляделся так вот сюда 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 как то тоже не очень хорошо но главное педаль в пол блять и не отпускать ее а вот когда такая херня происходит прицеп давит на сиделку и машина выворачивает по склону вообще может вывернуть в другую сторону мне сейчас тормозить нельзя я хреново с места сдвину газ в пол первая передача пониженная только так так давай скажем шут забацаем так пилим дальше пилим пилим главное держим обороты держим ни в какую сейчас только встань и все капец так то в идеале конечно бы надо бы и назад маленько проехать так 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 хорошо ладно давай назад так блокировку вырубаем так 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 тихо 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 тих Давай тут сохранимся. Блокировку вырубим пока. И вот еще не очень хорошее место. Здесь можно вообще кувыркнуться. Так-так-так-так. Прицеп проходит. Всё. Слава Богу. Блокировочку. И попёр. Да, повезло мне с дожечком. Спасибо, Гоба. Так, ну что. Ну, сейчас, в принципе, дальше ничего интересного. В гору поднимаемся и на этом видео пусть будет закончено. Нормально. Справились на пару с КамАЗом. В какой раз убеждаюсь, что надо сохраняться почаще. Господи, тебя-то сюда каким образом занесло? А, ёлочки-матрёшки. Так, тут, походу, в такую погоду только на блоках надо идти. Ну, вот, в горе остановлюсь. Ножки разомну. Кто спина устала, булки затекли. Надо чутка размять. Дождичек. Ишь, какой дождичек. Вот это да. Я здесь разную технику тестировал. Наш Коша ездил тут. И он на том месте, где я с понтона выезжать, он просто мордой уткнулся и всё. МЗКТ тоже обосрался тут. Но там очень просто. Он должен был взять этот небольшой подъёмчик после понтона. А у него передаточное число стояло такое же. И двигатели такие же, как на дефолтных грузовиках. То есть, не такое, как у него должно было быть изначально. Чтоб такой вездеход на таких огромных колёсах, как МЗКТ, и взял и застрял, быть того не может. Взял и не смог заехать. У него уж внедорожные там возможности круче, чем у КАМАЗа. КАМАЗ заезжает. А Ашкош, он просто, у него морда низкая, он воткнулся и всё. Но я не встречал мод Хэммит Хэтс. Ашкош. Это с высокой кабиной, с дизелем Детройт. Серия 60, где 13-й. Который. Ну, он на эти Ашкоши ставится. Вот такой, такого мода я не встречал. Так, сейчас в уборку зайдём. В грязь мы не полезем. Давай к Брустеру подъедем. Так, ну, всё. Красавчик, красавчик. Преодоление. Так, ну, я, насколько я помню... А, нет, 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 нет. Дальше, дальше тоже такое хорошее бездорожье будет. Там будет такое озеро проклятое. Я, блин, я заколебался его проходить. Вот, сто процентов я не раз в него провалюсь и упаду. Так что всё, друзья, впереди. Спасибо всем за просмотр. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал. Бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. Переходите по ссылкам под этим видео на мой плейлист. ЕТС-2. Суровая Россия. И на мою страницу ВКонтакте. ВКонтакте полно скринов по Евротроп, по Мерке, по Сурой России. Заходите, добавляйтесь. Буду рад. Всем спасибо. Всем пока. Увидимся. До новых полнощих.